Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа в ходе очередного заседания раскритиковал работу Департамента природных ресурсов и АПК и городских властей. Речь идет об уборке снега на улицах города, рекультивации свалки в Наринмаре и устранению экологического ущерба в Амдраме. Ранее Александр Цибульский уже встречался с руководством Министерства природопользования России для того, чтобы Амдрама была внесена в реестр населенных пунктов, которые имеют право на субсидированную поддержку из федерального бюджета на устранение экологического ущерба. Однако на местном уровне работа не была проведена должным образом. В рамках проекта «Чистая страна» в поселке Амдрама планируют убрать металлолом, восстановить нарушенные земли и очистить территорию от загрязнений нефтепродуктами в рамках государственной программы охрана окружающей среды на 2012-2020 годы. Поселок еще 30 января этого года включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде и может претендовать на федеральное финансирование работ по экологической очистке. Проект по очистке Амдрамы на сегодняшний день находится в стадии разработки. Под вопросом остается и проект по рекультивации свалки в Наринмаре. «На сегодняшний день проект не готов. Занимается этим город. Скорее всего мы получим, ну уже 90%, может и больше, что мы получим отрицательное заключение. И в этом году мы не сможем претендовать на деньги. Скорее всего после доработки проекта мы сможем это делать только на 2020 год. Поскольку пока мы сделаем проект, бюджет формироваться до 1 июня, поэтому мы, наверное, на 2019 год тоже не успеем заявиться». Заявка на ее рекультивацию была сделана с массой замечаний. На их устранение проектировщику потребуется 2,5 месяца. Такой ответ Александр Цибульского не устроил. «Вы не можете даже сделать то, что я уже договорился обо всем, понимаете, принципиально. Тоже, между прочим, там абсолютно о шпаренном режиме договаривались, то, что никто вовремя не позаботился об этом. Так я вам договорился, вы даже не смогли документы подготовить. Такой же вопрос, кстати, по лаборатории департамента агропромышленного комплекса. этого центра природопользования. Ну, стыдно просто встречаться с руководителями, коллеги. Когда мне говорят, ну, знаете, там даже на заявку это не похоже. Вы хоть документы приложите, те, которые по перечню положены. А мы просто написали, посмотрите, пожалуйста, какая у нас идея. Ну, как работать-то будем, коллеги? Мне самому готовить заявки? Давайте сам буду готовить тогда». Не остались без внимания Александра Цибульского и на Ренмарские дороги. Их состояние, мягко говоря, неудовлетворительное. «Если бы вы в течение года убирали так, как я просил, у нас бы сейчас были чистые улицы. Но вы же мне все рассказывали, что это невозможно. Вы людей даже уже убедили в том, что у нас северные регионы невозможно убирать улицы. Вы просто людей убедили в том, что ваша беспомощность в этом – это норма. Это не норма. Сейчас было тепло. Почему вы не убрали эту улицу? Когда можно было один раз грейд отпустить и всю эту массу оторвать от подтаявшего асфальта. Сейчас опять заморозки будут. Вы там сами проехали? Ну, сядьте на машину, проедите. Я вот на мультивене, на фольксвагене не смог там проехать. Не у всех у нас есть лэнд-крузеры». Также в ходе заседания глава Департамента экономики и финансов НАУ Татьяна Лагвиненко предоставила отчет по исполнению бюджета округа за первый квартал текущего года. За этот период бюджет был исполнен с профицитом в 118 миллионов рублей. «Окружной бюджет по расходам за первый квартал 2018 года выполнен на 94,8% квартальному плану 3,444,2 миллиона рублей. За аналогичный период прошлого года процент исполнения составлял 97% или на 39,4 миллиона рублей больше. К такому плану на 2018 год процент исполнения составил 20,7%. Кроме этого, глава региона высказался за возможность увеличения компенсации для льготного проезда к месту отдыха и обратно. По его словам, после ознакомления с бюджетом региона, если макроэкономика не изменится до конца года, у округа появится такая возможность. Также Александр Цибульский озвучил сумму, до которой может быть пересмотрен предельный размер компенсации за льготную дорогу. У нас перелеты в отпуск связаны, конечно, с двойным маршрутом. Там Москва, Санкт-Петербург, охранник, крупный город, дальше перелет второй. Это двойной сегмент. Конечно, 35 тысяч не хватает на человека сегодня. Давайте, вот посмотрите. Я знаю, что тяжелое для бюджета будет решение, но его надо принять на этот год. Посмотрите увеличение до 45 тысяч в этом году компенсированных расходов. Это хотя бы уже людям даст возможность двойной перелет сделать более-менее доступным. Глава НАУ поручил принять соответствующие решения в кратчайшие сроки до наступления сезона массового выезда жителей Заполярья на летний отдых. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.